Итак, друзья мои, еще раз добрый день. Мы продолжаем бизнес-канал на Финам.ФМ. Сейчас время бизнес-класса. Мы открыли класс, вошли, сели за парты и приготовились слушать. Приготовились слушать сегодняшнего преподавателя бизнес-класса, сегодняшнего эксперта. Да, да, это так. Сегодня в гостях в студии бизнес-класса Елена Фастова, управляющий директор, член совета директоров агропромышленной группы «Молочный продукт». Добрый день, Елена. Здравствуйте. Очень рад вас видеть. Уважаемые слушатели, тема сегодняшней программы «Рынок молочных продуктов». Причем мы настаиваем, Елена точно не настаивает, мы сегодня говорим именно о производстве, о том, как это происходит, все с самого начала. О коровках сегодня поговорим. Ну, это замечательно, да, сегодня последний день весны, завтра лето. И эта тема деревенская, она как-то очень по сердцу сейчас. Да, коровы выгнаны на поля, уже пасутся, кушают травку. Вот, тем более есть, слава богу, да, есть что кушать. Уважаемые слушатели, для вас я напомню, на всякий случай, телефон студии 6510-99,6, код Москвы 495, сайт компании финам.фм. Звоните, пишите, задавайте свои вопросы, делитесь собственными мыслями по этому поводу. Итак, еще раз напомню, рынок молочных продуктов, производство молочных продуктов, тема нашего сегодняшнего эфира. Ну что ж, Лена, давайте начнем разговор. Расскажите, опять, традиционно выстраиваем мы беседу таким образом, что первый вопрос, как, собственно, вы оказались-то в этой роли, в этой должности, как вы занялись именно этим бизнесом? Ну, моя деятельность, связанная с сельским хозяйством, уже долгие годы протекает. Началось это не совсем с сельским, это как раз с производством молока. Я работала и начинала свою деятельность с компанией Вимбельдан, то есть я была одна из первых, которые эту компанию создавали. Да, начинали мы с соков, потом, естественно, большая часть бизнеса была, это молоко. У нас было, да сейчас, наверное, 20 перерабатывающих предприятий, только в Москве было три предприятия по производству молока и молочных продуктов. Мы одни из первых в России начали производить йогурт, потому что вот эта новинка, которая появилась сегодня уже у всех в холодильниках, когда-то, если вспоминать, да, в 90-х годах это было вообще деликатес. Вот, и я до 2000 года работала в Вимбельдане, затем 10 лет в Министерстве сельского хозяйства, возглавляла Департамент финансов и активно занималась государственной политикой. Смотрите, вот очень интересно, кстати, да, вы, можно сказать, такой симбиоз в одном лице, да, вот здесь нет противоречия. С одной стороны, вы человек, который своими, ну, условно говоря, своими руками делает бизнес, да, с другой стороны, вы 10 лет провели в ранге чиновника, который, как известно, да, ну, такое у нас есть мнение расхожее, да, который, как известно, очень часто далек как раз от бизнеса, и более того, очень часто, ну, хорошо, не очень, часто ставят ему палки в колеса. Вот здесь нет противоречия никакого? Ну, мне, наоборот, очень помогало то, что я пришла из бизнеса, и я знала, как он изнутри устроен, и как раз я здесь могла воплотить многие задачи, которые бизнес, которые, я знала, что нужно бизнесу. Да, я пришла из переработки, а Министерство сельского хозяйства занималось сельским хозяйством, но уже в те времена переработчики были обеспокоены тем, что, как развивается сельское хозяйство, и вот, например, Вимбельдан начала делать... Я, извините, перебью вас, вот хорошая фраза, уже в те времена, да, были, все были обеспокоены, мне кажется, об этих временах можно говорить, да, там, с прицелом 100, 200, там, я не знаю сколько, 500. Общаясь, что 100 лет прошло, а на самом деле, вот, это 10 лет, это просто целая жизнь. Тема такая, да, постоянно актуальна, а что у нас с сельским хозяйством? Кстати, вот очень, на мой взгляд, тоже показательный фактор, то, что вы действительно, вы пришли, да, работать чиновником, зная предмет, а ведь очень много, видимо, таких чиновников о предмете-то не догадываются даже, да? Да. Им сложно, их, наверное, стоит пожалеть, потому что им сложно принимать решения, да, суть которых ты не понимаешь, вот, представляете, как нехорошо. Хорошо, давайте продолжим в таком случае разговор, и так, вот, бизнес, да, связанный с производством молочных продуктов, я так понимаю, у вас есть собственные мощности какие-то, да, расскажите? Да, да, ну, я могу рассказать о молочном продукте, даже название у нас такое, да, связанное с темой молочный продукт. Компания была создана в 2004 году, и как раз основное направление это было молоко, то есть было всего три фермы, которые занимались традиционно молоком, и с 2004 по 2009 год активно эти фермы укрепнялись, появились в округе фермы, которые не так развиты были, пришли, были в бизнес. Слияние поглощения классическое, ну, никак, да, нет, конечно, вот, и в итоге на сегодняшний день только поголовье молочное, только поголовье 17 тысяч голов коров, 8,5 тысяч, из которых дойные. Вот, то есть в день мы производим 132 тонны молока, это, ну, как такой современный молочный завод. Всё молоко идёт, опять же, традиционно вимбельдан, теперь уже это, правда, и пепсика, вот, молоко 80% высшего сорта, у нас теперь модно стало говорить, что качественное, некачественное молоко, вот, у нас 80%... А раньше не было модно говорить качественное, некачественное? Нет, раньше было вообще, есть молоко, слава богу, что оно есть, сейчас уже мы стремимся к качественному молоку. А чем определяется качество молока, нам, как людям несведущим? Ну, есть такое понятие, господи, соматические клетки, это количество, да, таких бактерий, находящихся в молоке, и чем их больше, тем хуже, то есть молоко, значит, не... Это ко всем молочным продуктам относится, да, вот эти соматические бактерии? Ну, это в молоке, да, потому что когда молоко принимается на завод, то определяется его качество, именно, в том числе, там есть алкогольная проба, там есть много жир, белок... Алкогольные пробы, то есть выпил стакан молока, и опять промиле какой-то можно надышать? Ну, наверное, но что имеется в виду алкогольная проба, это опять же, если большое количество бактерий, то они уже начинают вырабатывать вот этот вот, так это называют... Бродить, бродить, да. Поэтому все, естественно, сегодня современные предприятия хотят видеть качественное молоко, чтобы из него можно было сделать качественный продукт. Как этого достигнуть? Кстати, качественное молоко, из него сделать качественный продукт. То есть молоко само по себе продукт прежде всего, да? А потом, естественно, там при определенных условиях из этого молока можно сделать и эту, и эту. Да, да, можно из молока. Вы этим занимаетесь? Нет, вот наш молочный продукт, мы именно производим молоко. А вот уже заводы такие, там, так же, как там, Данон, Эрман, Вимбельдан, они уже производят то, что мы потребляем с вами в магазине. Молоко, йогурты, масло, но сейчас это не самый маржинальный продукт. А, кстати, с чем это связано? С борьбой за здоровый образ жизни? Да нет, это связано с тем, что появились аналоги животного масла, масло, это растительные жиры, которые более дешевые. Спреды, так называемые? Так называемые спреды, да. Что такое спред? Это сочетание животного жира и такого продукта, как пальмовое масло, которое в себестоимости дешевле и выгоднее просто сделать вот такой, так называемый спред, и он дешевле, получается, в себестоимости. А если делать натуральное масло, то оно, получается, будет в два раза дороже. То есть, получается, что натуральное масло вытеснил вот этот вот продукт? Нет, спред вытеснил натуральное масло. Именно об этом я говорю, да. С точки зрения себестоимости, да. Именно поэтому оно и не популярно сейчас, да, потому что есть некий заменитель, который дешевле. А с точки зрения влияния на, так сказать, поджелудочную железу, условно говоря, на здоровье? Ну вот я с экспертами разговаривала, тоже очень много споров по этому поводу. Конечно, для нас, для производителей натуральных продуктов, мы считаем, что качественно... Должно быть натуральное, да. Должно быть натуральное, да. Ну, с точки зрения, как бы, качества, то, что мы говорим, вот это вредно, это полезно, очень сложно оспорить вот этот спред растительный, спред, что он вреден, потому что... Ну, это растительные жиры, да. То есть, мы же, опять же, все с вами из 90-х, где ели маргарин, то, что не было масла. Ну, никто же не умер, то есть, это тоже продукт. В Европе и Америке у них вообще считается, это низко... Это нет холестерина, это низкокалорийный продукт. Он имеет право на жизнь. Но мы должны понимать, что вот есть растительный жир, есть животные жиры. И в том и в другом есть свои плюсы и минусы. Я за животное натуральное масло. Ну, это понятно. Чуть-чуть, но съесть вот такого, настоящего. Я и в магазине, да, я там стараюсь покупать низкокалорийную еду, но уж если я ем масло, то я хочу его такое, натуральное. Но я не считаю, что так называемые растительные масла, они вредны для здоровья. Нет. Хорошо. Возвращаемся к качеству молока. Итак, помимо бактерий, о которых вы говорили, что еще на качество влияет? Ну, качество молока сейчас, опять же, производители стали очень тоже опытные. То есть, если раньше молоко привезли и привезли, то сейчас и оценивали его качество по жиру, количество жира в молоке, потому что раньше можно было из молока что сделать? Молоко и масло. Да. И творог. Все. Два водопродукта. Сейчас, кроме... Это как в известной истории, да, когда лягушка упала в молоко, барахтала, барахтала и сбила масло. Ну, вот, да, вот традиционно было. Сейчас производителям важен не только жир, но и белок, потому что мы уже знаем, что белок – это важный компонент для здоровья. Для строительства, да, организма. И сейчас уже на качество продуктов, когда оценивается, какой ты привез молоко, оценивается еще и этот компонент, количество белка. Поэтому для нас, для производителей, очень важно, чтобы корова питалась гармонично. Вот. Кстати, от чего зависит количество белка? В одном молоке больше, в другом меньше. Именно от того, что кушает корова, да? От питания, конечно, сто процентов. На каком лугу она, собственно, послась, да? Ну, вот про луга – это все-таки уже история больше в прошлое. То есть сейчас, как бы, вот этот выгул, выпас – это только с традиционной фермы у нас. У нас, вообще, наш холдинг состоит из десяти традиционных ферм. Это такие, это старинные фермы 70-х, 80-х годов. Как на картиночках, да? Да, такие коровки, да, привязанные. И вот они… А пастушки есть? Вот. И летом они идут с пастушками, конечно. Пастушками на луг пасутся. А осенью их обратно загадят. Я прям ностальгирую. Слушаю вас, ностальгирую. Лен, мы сейчас прервемся. У нас время новостей на Финам.ФМ. А потом мы поговорим, как выглядят эти. Итак, друзья мои, продолжаем эфир. Бизнес-класс на Финам.ФМ. Меня зовут Олег Дмитриев. И в гостях сегодня Елена Фастова, управляющий директор, член Совета директоров агропромышленной группы «Молочный продукт». Тема эфира «Рынок молочных продуктов». Сейчас мы продолжим наш разговор. Еще раз я напомню, уважаемые слушатели. Телефон студии 6510-99, 6. Код Москвы 495. Сайт компании «Финам.ФМ». Звоните, пишите, задавайте свои вопросы Елене. Тем более, что мы сегодня говорим-то и даже, может быть, и не только о бизнесе как таковом, а еще и говорим о этом продукте с точки зрения потребления. Вот сейчас за эфиром как раз я пытался понять, на что надо обращать внимание, чтобы качественный продукт выбрать. Елена поделится, я думаю, своими в этом смысле мыслями. Ну что ж, давайте к коровкам. Итак, мы заговорили до новостей о том, что есть некая традиционная ферма и какая-то, видимо, нетрадиционная. Да, новое модное название опять же. Ферма. Да, это мегаферма. Вау. Вот, это нам такое, так сказать, этот термин к нам пришел последние пять лет, когда в 2006 году, я еще тогда в Ментельхозе работала, была принята такая программа «Национальное развитие сельского хозяйства». То есть были выделены государственные деньги на модернизацию. Можно сказать, что в очередной раз была принята программа. Ну, это был первый раз, надо сказать. Мы были одни из первопроходцами, потом уже появились госпрограммы. Вот. А в тот момент как бы была принята задача модернизации, потому что действительно те фермы, которые сегодня в России, 70% это старые фермы 80-х, 70-х годов. Ну, старость, в чем их старость? Старость не только в том, что они там, у них износ, да. Да, да, вот само помещение фермы устарело, развалилось. Да, технологии, просто, то есть ручной труд, да. То есть есть те самые доярки, да. То есть доярки, которые приходят в 4 утра, вот у них там две дойки, они должны нас доить, ведро. Ну, сейчас уже появились вот эти, так сказать, трубопроводы, куда они на присосочках идут, трубопроводы старые, дальше это все засливается в танк, везде же должно быть молоко, да. Это ведь очень качественный, тонкий продукт, да. То есть все должно быть с точки зрения, да, гигиены, да. Танк должен сразу же охлажденный будет, чтобы молоко сохранило, сохранило все свои качества. Дальше его надо должны перелить, соответственно, уже в бочку и отвезти на, 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 вот здесь очень много... Вот эти все устарело все уже. Да, эти все процессы устарели, то есть нужны уже новые современные технологии. Также система кормления, да, то есть. Если на современных фермах там уже автоматически подается корм, то здесь практически вручную должна же та же доярка, либо скотник приносить это все в ведре, разбрасывать, то есть кому-то досталось, кому-то не досталось. Кому-то больше, кому-то меньше, кому-то лаковый кусок. Опять же, вот мы говорим, коровы – это живое существо, да. Да, то есть современные мега-фермы – это беспривозное содержание. Что такое? То есть они в помещении находятся, хорошо проветриумом, с большими высокими потолками, освещёнными. Кондиционера нет, потому что вентиляция – это проходы, проточная. Да, и они гуляют, то есть они не привязаны. То есть старые фермы, они находятся на привязи, и вот 24 часа в сутки стоят. То есть мы говорим уже о психологии некой коровьи, да? Ещё и психология, конечно. Потому что она говорит, я свободна, и молоко у меня будет круче, да, вкуснее. Ну, и такая корова даёт больше надой. Ну, естественно, условия, кормление, содержание. Лен, простите, ради бога, я где-то читал, видимо. А музыка играет вот в таких мега-фермах? Ну, вот музыка, знаете, кто включает? На Моцарта я знаю. На тот момент, в момент доения. У нас нет. Наши… Ну, это вообще… Тихо, есть такое, да, есть такое. Ну, с вашей точки зрения, это уже чересчур это, или всё-таки это оказывает ли они… Ну, не знаю. Вот наши специалисты считают, что она их отвлекает, что во время доения корова должна быть сосредоточена на процессе. А музыка кого-то может отвлекать. Ну, потом, как и мы. Кому-то Моцарта нравится, кому-то нет, а тут сложно. Здорово. Вот, поэтому есть такое… Некоторые говорят, что да, это помогает. Ну, может быть, у них вот такие высокоинтеллектуальные коровы. Коровы, да, специальные. Поэтому нужны были высокие технологии, нужны были современные оборудования, которые бы, а, мы говорим, давали более качественное молоко. Вот у нас на таких фермах всё молоко 100% качественное. То молоко, которое идёт на детское питание. И это заслуга, прежде всего, вот этих новых технологий. Технологий, конечно. То есть, корову отдаили своевременно. На каждой корове свой чип. Мы знаем, сколько она дала молока. Молока какого качества дала. Мы уже смотрим. Эта корова дала сегодня меньше, чем вчера. Значит, что-то не так. Либо здоровье смотрим, либо надо покормить её по-другому. В другую группу рацион меняем. То есть, там уже как бы всё по-взрослому. Сразу же молоко идёт в танк современный. Тут же охлаждается, тут же приходит молоковоз, отводится на завод. То есть, совершенно другой процесс, более современный. И вот с этого периода, с шестого, появились эти мегафермы. На таких фермах уже, как правило, находятся от двух тысяч голов и больше. То есть, это нормально, они смогут идти мегафермы. Да, то есть, там несколько зданий. Доильное отдельное помещение. Родильное отдельное помещение. То есть, всё, да, всё по уму. Скажите, а мне технологии эти, это всё-таки позаимствованные с Запада, да? Конечно, конечно, да. Конечно, я очень надеялся на иной ответ. Привет. Лен, давайте мы привёмся, послушаем. У нас есть звонок нашего слушательницы. Нашей слушательницы Светланы, добрый день. Вы в эфире, пожалуйста, говорите. Алло, здравствуйте. Здравствуйте. Очень интересная передача про молочные продукты. Спасибо. Мы потребляем каждый день. Большое вам спасибо. Я бы хотела задать вопрос вот вашей даме, которую сейчас в эфире отвечают, как говорится. Ну да, я бы хотела спросить. Я записала фирму, которую она возглавляет. Называется «Молочный продукт». А вот мне, как потребителю, вот я захожу, допустим, в магазины, вот я на что должна обращать внимание, чтобы купить молочный продукт, молоко, например, именно вот этой фирмы, и не ошибиться. Ну или просто качественный, как минимум, да? Молочный продукт, фирма ООО там или залу молочные продукты. Или это, ну как-то мне надо вот сориентироваться. И потом, второй вопрос. Да, Света. Вот, я так поняла, есть там, ну, коровы, там, стада и прочее. Ну, скорее всего, есть какой-то убой. А вот где мясо хорошее покупать? Может быть, они и мясом торгуют. Вот, хотелось бы узнать, где. Может, есть какое-то фирмское хозяйство, где можно купить хорошее мясо. Спасибо, Света, за вопрос ваш. Спасибо. Спасибо, Светлана. Мы как раз в перерыве говорили об этом, потому что это вот на повестке дня у всех. Мои все знакомые тоже спрашивают, ну где, а ты где покупаешь? К сожалению, мы производим качественное молоко, не к сожалению, а к счастью, мы его производим, но все молоко, которое мы производим, мы поставляем компании Вимбельдан. То есть, на переработку. Да, на переработку своего молока, то есть, мы не производим. Мы делаем именно продукт, тот, который мы привыкли с вами видеть в бочке, там, в ведре. Вот этот вот продукт, вот эти 130 тонн ежедневно, мы отправляем в компанию Вимбельдан. Из него они делают те продукты, которые, ну, вы видите на полках. Я, как потребитель, как мама, то же самое, так же всегда. Задаю себе, озабочена всегда, задаю вопрос, а что вот мне купить? Поэтому я говорю, что я покупаю. Покупаю продукт либо компании Вимбельдан, потому что я знаю, что они делают из моего, в том числе, молока продукцию. Они себя уважают, и они не будут делать некачественный продукт. Либо аналогичный продукт компании, которая, в общем-то, на рынке себя зарекомендовала, там, например, Валю, да, которые я знаю, что они не будут, ну, своей репутацией. Тех, которых я не знаю, ну, мы говорим, сейчас модно стало фермер, не фермер. Сложно понять, этот фермер, где он, как он. Я его должна в лицо увидеть, прежде чем купить его продукт, и понять, как выглядит его производство. Если компания Вимбельдан, я была на этом производстве, я работала там, я знаю, как оно сделано, и знаю, как они дорожат своей репутацией, то я это и беспеспокоюсь. То же самое мясо. У нас есть собственное производство свинины. У нас 85 тысяч голов свинины. Вот, но мы то же самое, мы не занимаемся им промышленно. Вот мы свинью вырастили, дальше она пошла на мясокомбинат. И, соответственно, уже я точно так же покупаю там в тех же магазинах, там, в метро, покупаю уже просто готовые продукты. И вот мне сложно сказать, мясо там, да, чье и откуда. Ну, понятно. Поэтому моя рекомендация, Светлана, такая, что покупайте продукты тех компаний, которые, в общем-то, имеют репутацию, которые давно на рынке, которые, ну, дорожат своим именем. Спасибо. Спасибо, Елена. Значит, давайте вернемся к технологиям, да, о которых вы рассказывали. Очень интересно и очень ярко все это дело выглядит. Я рисую себе эту картинку. Вот, не был я, к сожалению, на ферме. Приезжайте. У нас ферма недалеко, в Рязанской области, 200 километров от Москвы. И я думаю, вы получите удовольствие, потому что там вот именно вот так, как должно быть. Коровы все красивые, все улыбаются. Естественно, чего же им не улыбаться при такой жизни. Да, чисто, не так, как мы привыкли там видеть, как это все бедное там по колено в навозе. Нет, у нас все чисто, аккуратно, красиво, есть что показать. Ну, вот по поводу того, что мы технологии эти, слава богу, что они существуют, но мы их, видите, так сказать, со стороны, да, привлекаем. Да, да. Вот вы, как человек, который в России занимается бизнесом, да, как россиянка, это обидно, не обидно, какое отношение к этому? Ну, обидно, конечно, но слава богу, что мы вообще их стали применять, потому что до недавнего времени, говорю, были вот именно вот эти все, все было старинное. В шестом году мы начали активно внедрять эти технологии, мы съездили в Европу, в Америку, посмотрели, как это должно быть. Для нас тогда было вообще в новинку, как это так сразу одновременно, две тысячи стоит под одной крышей. Тут же их, мы были первопароходцами, но вот для примера, вот на нашей ферме, вот этой, которая две тысячи голод, современной мегафермы, на ней работает всего 50 человек. Говоря о том, что, понятно, сельское хозяйство очень тяжелое с точки зрения физического труда, на ферме в 500 голод традиционной, так называемой, те же 50, то есть четыре раза, если умножить на количество. Поэтому, естественно, за... Причем, я думаю, и самодеятельность, да, сам труд-то несопоставим. Конечно, да, здесь пришел... Чистенький, да? Чистенький, да. Лен, мы сейчас еще раз новости послушаем, потом продолжим. Итак, друзья, мы продолжаем эфир. Сегодня тема бизнес-класса «Рынок молочных продуктов». И у меня в гостях Елена Фастова, управляющий директор, член Совета директоров агропромышленной группы «Молочный продукт». Телефон студии 6510-99, 6, код Москвы 495, сайт компании finam.fm. Звоните, пишите, уважаемые слушатели, задавайте свои вопросы Елене. Значит, продолжим мы нашу беседу, Лен, ну, по поводу вот этих пресловутых технологий, да. Вы были первопроходствами, да, поехали в Европу, в Америку. А там, кстати, как давно уже существуют эти технологии, я думаю, там-то это уже... Ну, да, лет 20, 30. 20 как, да? Да, 20 точно. Мы, как правило, вот по всем, по сельскому хозяйству остаем где-то 20, так вот, 25 лет. А с чем связано эта эпоха Советского Союза, да, Пресловато? Да, мы все сами себе самые умные, и мы как бы вот были сосредоточены на своих заморочках. Но, в принципе, ведь 30% населения живет на селе, и задача государства была, чтобы людей занять. Очень много было рабочего труда, и, в общем-то, рабочий труд, государство полностью содержало сельское хозяйство, и у людей была работа. То есть, я правильно понимаю, это связано было с тем, да, что... Зачем нам технологии? Вот человек должен работать, правильно? Вот он пошел на ферму, подоедет. Да, да, да. Образ жизни, конечно. А сейчас все поменялось. Сейчас люди не хотят жить на селе, люди хотят жить в городах. На селе людей не осталось. Те, которые остались, не хотят работать в тяжелых, в общем-то, физических условиях. И поэтому мы вынуждены начинать менять на современные технологии, потому что, ну, просто некому будет работать. Поэтому это даже не просто от того, что это более качественно, это более экономически выгоднее, но это еще и жизнь застава вынуждена. Да, потому что в сельском хозяйстве уже некому работать. Чем дальше? Кстати, а вот этот исход из деревни в город, это глобальная проблема? Ну, имеется в виду, это есть некая глобальная причина этому или действительно это просто, так сказать, невозможность прожить на селе, потому что нет работы, потому что там низкая заработная плата, потому что нет инфраструктурных условий каких-то? Ну, вот это вот все, что вы назвали. Прежде всего, мы все смотрим телевизор и хотим жить лучше. Если там людей, живущих в селе, есть возможность уехать в город, они уезжают, потому что в деревнях все равно дороги мы все знаем, все живем в России, все знаем, какие дороги. Мы знаем, что те развлекательные заведения, клубы так называемые уже тогда закрылись, новые не появились. То есть садики, школы тогда закрылись, сейчас новые появляются с трудом. То есть, конечно, жить на селе стало намного сложнее по сравнению, чем жить с городом. И, естественно, люди стали уходить, бизнес стал уходить, вот то, чему мы пришли. То есть мы сейчас живут те села, рядом с которым есть производство, потому что мы, как предприятие, заинтересованные, чтобы у нас работали специалисты, мы вынуждены, естественно, участвовать в их образе жизни. То есть мы содержим садики, помогаем школам. Как градообразующие такой предприятия. Ну, вот так все. Так, в общем-то, да. Строим дома, ну, чтобы удержать людей на селе. По-другому некому там будет работать и некому там будет работать. Ну, и в этом смысле желаемые результаты достигаются. К вам приходят люди, остаются те, кто жил уже здесь или приезжают. Даже приезжают. Вот у нас очень пример. У нас вокруг нашего свинокомплекса, который мы запустили в 2008 году, он был, мы строили, потому что существуют нормы. Там два километра от населенного пункта, километр там от дороги. То есть там много. И поэтому по правилам он должен находиться, так сказать, в каком-то тьме тараканьи. И, в общем-то, мы построили рядом с совершенно маленьким поселком. И вокруг него город, вот этот поселок Ожил. То есть, в поселке... То есть, прежде всего, люди получили работу, да? Да, да. То есть, в итоге нам пришлось каким-то образом туда специалистов привезти. И специалисты приехали с семьями. По мере производства стали появляться люди, которые оставаться стали. Появились магазинчики. Появилась даже гостиница в городе. Да. То есть, вот город Ожил. Потому что есть, где работать, где зарплата достойная. Мы сегодня давали справку губернатору. У нас средняя зарплата для села, для сельской местности, это даже не города, 34 тысячи рублей. Вот у нас 2,5 тысячи работающих. Вот за такой средней. Ну, это прилично. Я думаю, даже многие едут на заработки к вам. Как раньше. Ну, вот, да. Вот на крупных наших предприятиях так, наверное, и есть. Ну, скажите, мы упомянули, да, когда начали говорить о новых технологиях, мы упомянули глобальное развитие сельского хозяйства в России. Видимо, так эта задача ставилась в министерстве. Да, да. Ну, вы знаете, я хочу сказать, что как раз эти годы, 6, 7, 8, 9, это был рост в сельском хозяйстве значительный. То есть, если мы вот в этом году в целом по валовому продукту у нас не было роста в сельском хозяйстве, то в этих годах был рост. То есть, инвесторы увидели, что государство поставило задачу и готово взять часть расходов на себя, пошли в сельское хозяйство. Как раз в эти годы и появились крупные компании, которые стали строить, как свинокомплексы, птицефабрики, птицекомплексы, такие фермы, как вот у нас. То есть, в таких фермах сейчас в каждом регионе есть одна-две такие мега-фермы, которые вот именно в те годы начали строиться, потому что увидели, что в этом есть, так сказать, смысл. Смысл, да, экономический смысл. Экономический в том числе. Ну, хорошо. И тем не менее, вот эта глобальная задача, она была решена, достигнута или все-таки есть еще куда двигаться? Я боюсь, что... Сейчас что происходит? Мы еще находимся в фазе инвестиционного цикла, то есть он не закончен. То есть, окупаемость таких проектов долгая, это не один, не два года. То есть, вот, например, если говорить о производстве молока и о таких мега-фермах, то есть вот такие крупные инвестиции, как мы сделали, они окупаются 15-25 лет. Соответственно, вот в этот период все, кто вложил свои деньги, они будут испытывать некую сложность, потому что... Тревогу. Да, тревогу в том числе, потому что построены эти были за счет кредитных средств, кредитные средства нужно отдавать, проценты по кредиту надо платить, поэтому все изменения в экономике, естественно, для нас... Например, вот в этом году, в том году был не урожай по кормам, были высокие корма. Соответственно, для нас, да, для нас это было вот... Мы шли на грани нуля с точки зрения рентабельности, понимая, что надо еще платить проценты по кредиту и отдавать кредит, для нас это было вот... Тяжелое время. Тяжелое время, да. То есть, сегодня мы не вышли, ни мы, ни похожие компании не вышли из этой инвестиционной фазы. То есть, вот эта инвестиционная фаза, она должна, конечно, государством... Вот резонный вопрос, совершенно верно. Государство ставит задачу, вы, как бизнесмены, да, в рамках этой задачи движетесь к процветанию этого государства. Почему же государству не помочь вам? Ну, ведь государство это такое у нас абстрактное понятие. У нас есть, в государстве есть Министерство сельского хозяйства, которое отстаивает интересы сельского хозяйства. Есть Министерство финансов, которое, например, считает, что сельское хозяйство это большая дыра. И зачем туда давать деньги, все равно это никогда не окупится. Вот, поэтому есть сложный процесс, когда там, там, Министерство сельского хозяйства... Мы, мы как производители, я сейчас как производители, прихожу в Министерство, говорю, вот у нас такая-то задача. Чтобы эту инвестиционную фазу закончить, мы должны еще в течение этого периода, как минимум 15 лет, получать субсидии. Чтобы мы ее закончили, кредиты отдали, дальше уже могли спокойно развиваться. Поэтому вы не должны прекращать нас, нам поддерживать. И что вы в ответ слышите, вот мне интересно. Там остались люди, кстати, которые, так как вы в свое время, пришли в Министерство из бизнеса. Я не могу, это некорректно сейчас говорить, говорить, что они плохие, а вот мы были хорошие, скажут, ну понятно. Ну да. Да, но сложно, понятно, они слышат, но говорят, ну вот нам, Минфин, денег не дают. Мы тут ни при чем. Мы тут ни при чем. Да, беда. Лена, у нас есть звонок, давайте еще послушаем. Забавно, дама тоже звонит. Виктория, день добрый, вы в эфире, пожалуйста, говорите. Здравствуйте, у меня к Елене такой вопрос. Сколько стоит на выходе молоко для Венбельдама? И как получается цена? 50 рублей в магазине. 50 рублей за литр, да, по-моему? Сколько там литровые бутылочки? Да, дело в том, что вот в Курской области частники сдают молоко по 6 рублей молочным заводам. То есть 6 рублей, да? Получил частник, и в результате розницы мы видим другую цифру. Серьезно отличаешь. Лен, пожалуйста, вам вопрос. Ну, это извечный вопрос. Всегда, всегда, всегда говорили, почему вот молоко стоит столько-то, а в магазине столько-то. Ну, мне кажется, что это все понятно. Во-первых, у нас сейчас, по какой цене мы продаем Венбельдан? У нас есть базовая цена, 14 рублей. Вот то, что вы говорите, 6, нет таких цен уже сейчас. 6, скорее всего, если это 6 и есть, то это некачественное молоко. То, что я говорила с алкогольной пробы, соматически, в котором существует что-то уже то, из чего там нельзя сделать продукт качественный. А, кстати, некачественное молоко, оно в результате получается в некачественный продукт переходит, что ли? Или есть какие-то продукты, словом говоря, второго эшелона? Опять же, вот смотрите, вот мы, например, заболела корова, так же, как заболел человек. Она отделяется в отдельную группу, ей прокалываются антибиотики. В этот момент, пока ей колются антибиотики, в молоке антибиотики. Мы это молоко сливаем. То есть мы не можем же сказать, вот сейчас две недели, не даись. Да, мы не можем, мы вынуждены ее отдаивать, молоко отдельно слива и сливаем. Но существуют производители, которые не сливают это молоко, а так же в бочку и по 6 рублей его продают. То есть вы пьете молоко с антибиотикой. Вау, ужас какой. Вот поэтому нету 6 рублей. Наша цена 14, это та цена, которую нам Вимбельдан установил годовую. Но, как я говорила, от качества молока зависит надбавка. Мы получаем надбавку за то, что мы сдаем молоко высшего сорта, плюс надбавку за то, что там высокий процент белка и жира. И в итоге у нас средняя цена получается на сегодня 17 рублей. Вот по такой цене мы продаем молоко Вимбельдану. Дальше Вимбельдан, ну либо там Данон, либо Эрман. То есть до розницы, да, чтобы довести до розницы. Ему нужно купить эту упаковку. Совершенно верно. Ему нужно, так сказать, не просто эту упаковку, это попадает молоко в танк, там есть завод, в котором существует оборудование. То есть он его пастеризует, это специальное оборудование, либо стерилизует другой вид оборудования, которое тоже дорогое, импортное. Все это в цене. Все это в этой цене, да. Соответственно, потом Вимбельдан, вот не знаю по какой цене, он ли отдает сейчас на полку в магазине, который еще накручивает, ну как минимум свои 25-30 процентов. Потом везде есть реклама, маркетинг, везде все. Да, вот поэтому в итоге, как бы получается, естественно, вот эта цена, которую мы видим в магазине. И всегда нам, как производителю, кажется, что это неправильно, покупателю кажется, тоже неправильно. Тем более, если вот такой покупатель, как Виктория, видите, она в материале, она говорит, видите, в Курской области по 6 рублей, а я пришла в магазин, а там вон какой-то ценник. Ну нет, цены по 16. Вот я статистику готовилась к встрече, подняла статистику. Вот за апрель месяц средняя цена в Российской Федерации 15 рублей. У меня по областям даже вот где-то тут листочек есть в разбивке по областям. Вот, по центральному округу, вот мартовская цена. Вот, самая низкая цена в Приворском округе 13,750. И самая высокая в Дальневосточном 21 рубль. Вот эта цена, по которой сельхозпроизводители отдают комбинатам. То есть эта цена, эта статистика, она в открытом доступе, ее можно увидеть. Все, что ниже, сразу должно... Что-то там не так. Да, сразу должно заинтересовать. Значит, сейчас еще раз, Лена, спасибо, мы новости послушаем, потом продолжим. Ну что ж, друзья мои, давайте продолжим наш разговор. Сегодня тема бизнес-класса рынок молочных продуктов. И в гостях Елена Фастова, управляющий директор, член Совета директоров агропромышленной группы «Молочный продукт». Отвечаем мы на вопросы. Вот, тема очень интересная. Ну и еще раз говорю, с точки зрения бизнеса и с точки зрения потребления. Давайте побольше цифр, может быть, Лена. У вас так много шпаргалок, да? Ну я была... Я аж пришла на бизнес, на финансы, да. Совершенно верно, нет, нет, это очень интересно. Да, я была готова, что вы меня будете спрашивать по таких, как о рентабельности, у вас сколько инвестиций. Поэтому, думаю, надо не только знать про себя, но и еще, что происходит в отрасли. Да, и оперировать цифрами, да. Давайте об отрасли, действительно. Насколько она вообще, эта отрасль, рентабельна? Ну... Я, извините, вот с какой точки зрения все-таки, да, опять с некой человеческой точки зрения, вы пришли в конечном итоге, оказались в этой студии как бизнесмен, как бизнесвумен. Ну, потому что так жизнь сложилась в какой-то степени, да. Сначала в известной компании вы рассказывали, да, работали наемным работникам, что называется. Потом провели продуктивную часть своей, да, биографии в виде чиновника, да, в министерстве. Ну, и потом логично вы занялись тем, что вам знакомо, близко и, наверное, понятно. А вот человек со стороны придет, да, и скажет, вот я хотел бы заняться сельским хозяйством, да, молоко, коровки. Люблю с детства коровы. Так вот, его что-то может, цифрами его можно убедить? Или, наоборот, сказать, дружище, давай-ка ты посмотри какую-нибудь в другую сторону, потому что здесь рентабельность-то не особо. Ну, в принципе, сельское хозяйство, это действительно, это должен быть еще человек такой по жизни фанат, потому что это то одно, то засуха, то наводнение, то одно, то другое. То есть тут надо быть готовым к рискам. Соответственно, отрасль не высоко рентабельно, это ни нефть, ни газ, понятно. Но при этом мы понимаем, что люди все равно будут кушать, и поэтому все равно, хочешь не хочешь, этот продукт все время будет на полках. Да, то есть даже во время кризиса люди отказываются от одежды, от развлечений, но и кушать они не перестают. Поэтому с точки зрения понимания, что этот бизнес будет существовать, оно есть. С точки зрения рентабельности, конечно, это говорю, там, рентабельность, средняя рентабельность 5-10%, это вот, это хорошо. Это хорошо, да? Для нас, да. 10% годовых. Да, да, это хорошо. Причем, как бы, в разных отраслях по-разному. Свиноводство вот до недавнего времени больше. Я, знаете, услышал, что вот после этой цифры, те, кто качают нефть, сейчас истерически захохотали. Услышали, да, о 10% в год. Ну, и так 10% это уже хорошо. Вот, опять же, есть более рентабельное там свиноводство, птицеводство. Есть менее рентабельное молоко. Молоко всегда считалось, вот оно всегда шло на грани, потому что это более долгое, потому что корова, она должна, как бы, она должна, там, дойти до определенного срока, когда начнет давать молоко, да, живой организм. Ну, то есть там очень много рисков. Поэтому молоко всегда шло вот в пределах, там, 5%, это было замечательно. Вот, то есть с точки зрения... Да, и именно это еще раз, да, подчеркивает, что государство обязано просто поддерживать это. Да, ну, цифры просили. Европа, она в год на сельское хозяйство тратит 42 миллиарда евро. Россия, 3 и 4. Вот, то есть Европа, которую мы говорим, у них кризис, как у них все плохо. Это цифры 12-го года, да? Это цифры, да, цифры 12-го года. Это вот цифры, вот я недавно участвовала на конференции, я как раз в докладе говорила о том, что, ну, вот так. Так, в Америке существует программа «Школьное молоко», где государство дает деньги на то, чтобы именно государство покупало. В школах было молоко, а деньги шли конкретно производителям, которые качественное молоко обязаны поставить по такой-то цене. И при этом государство считает, сколько стоит себестоимость производителя, дает ему эти 5%. И у него сбыт гарантированный, качество, за которым государство следит, ну, а у детей – просто молоко, которое они должны потреблять. Вот как бы… Вот так должно быть. Должны быть программы государственные, которые поддерживают производителя. И тогда, и тогда отрасль будет не просто как бы устойчивой, но еще и прибыльной. Вот тогда, когда она будет понимать, что она может там закладывать на долгосрочную перспективу развитие, и государство будет все время ее поддерживать, тогда ее не будет лихорадить. Даже в случае каких-то там форс-мажоров государство ее поддержит. Тогда отрасль будет стабильно приносить свой доход. Вот. Да, это пока еще, да, на уровне мечт, что называется. Ну, будем стремиться к этому. Кстати, может быть, с другой стороны, если посмотреть на эту проблему, вот то, что мы за эфиром с вами озвучивали, да, вы говорите, потребление молока падает. Да, как ни странно. Вот взять наши… 20 лет назад, казалось бы, это уже другая жизнь. В 90-м году потребление молока в России было 55 миллионов тонн. Сейчас потребление молока, потребление молока 30. То есть два раза мы стали меньше потреблять молоко. Несмотря на то, что появились такие продукты, как йогурт, да, то есть сыров мы стали больше. А вот в целом все равно наши интересы… Но это цифры, касаемые чисто молока, да? А это в пересчете, да, потому мы пересчитываем все другие продукты, но вот оно так. Ну, давайте теперь порассуждаем, почему это произошло. Ну, наверное, потому что у нас появились пепси-колы, кока-колы, спрайты, и мы подумали, что… Достойная конкуренция. Достойная конкуренция раньше в школах. Это было не постоянно молоко, а сейчас кто-то где-то есть, где-то нету. Вот у меня, например, у ребенка нету молока в школе. То есть хочешь, иди там, купи, а так не обязательно, поэтому… Ну, опять, смотрите, вот когда, да, в те самые счастливые времена, когда это было обязательно, это было обязательно опять по каким-то, ну, я не знаю, нормам здравоохранения, что ребенок обязательно в день должен потреблять такое-то количество молочка. Или просто не было его, нечем было заменить, да? Да и то, и другое. Но на самом деле в молоке ведь содержание вот этих белков, углеводов, жиров именно оптимальное с точки зрения организма. Да, тем более растущего организма. Не зря же ведь раньше там за более сложные условия там горнякам давали стакан молока, который именно очищал кровь, там, восстанавливал. То есть, ну, это было и от того, что не было ничего другого, может быть, там… Молоко за вредность, да, такая была фраза. Да, молоко за вредность. Я напоминаю, Иван Васильевич менял профессию, помните, замечательный этот киношедевр? Да нам, царям, помните его фразы, да? Молоко за вредность надо давать. Ну, в этом есть логика, конечно. Ну, логика, я… Вот у меня первое образование, я металлург. Я практику на металлургическом заводе проходила у нас, вот у нас в цехе. Я практику проходила, да, вот давали, вот там, бум, производство грязное считалось, вот специалисты должны были вот это молоко в день. Ну, тогда мы вернемся, а в нынешней школе, вот в школе, где тем более, да, ваш ребенок учится, там нет вот этого обязательного, да, обязательного? Нет, такой программы «Школьное молоко» не существует, то есть сама школа уже определяет, какой набор продуктов ей покупать. В общем-то, бьется уже Министерство сельского хозяйства уже больше десяти лет на том, чтобы сделать такую программу, как федеральную, чтобы глобально к этой программе подойти. А бьется с кем, кстати? Ну, с кем? С нашим Минфином. Вот, на нее нужны деньги, на нее, в общем-то… Нужны субсидии, да? Да, нужны субсидии. И у нас теперь уже все стали умные, вот появились, говорят, а зачем? Зачем молоко? Почему молоко? Это в Минфине так рассуждают? Да, конечно, у нас же умные люди, а при этом есть на телевизоре, у нас есть вот «Союз молочный» бился с замечательным ведущим Малышевой, которая как-то в программе «Здоровье» сказала, молоко пить вредно. Кто выпьет молоко, у того рак будет. Боже мой. После этого там «Молочный союз» написал петицию уже, говорит, ну как же так, программа «Здоровье», если раньше говорили, что это полезно, тут вот взяли в прямом эфире и сказали, что вредно. Ну, это, наверное, во многом еще и связано со спецификой программы нынешней, ее ведущей в том числе. Ну да ладно, бог с ними. Хотя, конечно, все это не радует, естественно, тем более, видите, мы все-таки тему такую глубокую затронули. Дети в этом случае, не просто наше будущее, да, это те люди, которые будут Россию поднимать, поднимать в дальнейшем и не заботиться об их здоровье. Ну да, то есть у Минздрава существовали нормы, какое количество мы должны, то есть там, должны потреблять жиров, белков, углеводов и нормы потребления мяса, молока на человека. Вот мы эти, мы по нормам потребления как раз белка стоим там в отстающих. Последний в последний, да? Да, то есть у нас, да, у нас потребление низкое и молока, и мяса на человека, если разделить все, что мы производим и потребляем, продаем, да, то есть мы не добираем, то есть добираем вот чем-то вот другим. Вышеназванным причем, да? Вышеназванным, да. Лена, очень мало времени, к сожалению, осталось, буквально два слова, да, о перспективах развития, ну и отрасли прежде всего, как вы смотрите вперед-то в будущее, надеетесь все же, наверное? Ну, конечно, если бы не надеялись, то не занимались бы. Нет, конечно, все равно пришли новые технологии, за ними будущее, и качество продукции тоже уделяется внимания, поэтому я думаю, что мы все-таки переживем это тяжелое время инвестфазы, когда надо перейти от старого к новому, потратить деньги и вот потом уже выйти на то, что мы планируем. Я думаю, тут и государство нас все-таки не покинет. Ну, дай бог, конечно, конечно, конечно. Поэтому, да, я думаю, что все равно сельское хозяйство не умрет. Ну, и без него никуда, как мы уже говорили. Спасибо огромное. Спасибо вам. Уважаемые слушатели, в гостях бизнес-класс Елена Фастова, управляющий директор, член совета директоров агропромышленной группы «Молочный продукт». Мы обсуждали сегодня рынок молочных продуктов. Вам спасибо за внимание, всего хорошего, счастливых выходных до понедельника. До свидания.